Таня Викторовна, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники вебинара. Сегодня поговорим о такой интересной теме применения облачных технологий для организации корпоративного взаимодействия с коллегами и с учениками, с нашими обучающимися. И рассмотрим ряд интересных сервисов. Что-то, может быть, я повторюсь, скажу, скажем так, не совсем новое, вы знаете, но в конце нашего сегодняшнего вебинара я расскажу о таком интересном средстве. Такое недавно появилось приложение, называется Notion, такой супер-блокнот, которым я тоже расскажу, и как его можно использовать, соответственно, такая вот вишенка на торте. Итак, начинаем нашу работу. Пишите вопросы, которые у вас возникают. Где-то я буду переключаться на демонстрацию, поэтому я свое видеоизображение, чтобы у меня все хорошо работало, буду отключать. Итак, начнем, наверное, с определения облачной технологии. Часто мы применяем облачные технологии, облако, закинуть в облако, облачные технологии в работе педагога, облачные технологии в сфере образования и так далее. Что же такое облачные технологии? Начнем с этого. Первое определение – это то, что облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы представляются как некие онлайн-сервисы. То есть мы заходим, открываем наш гаджет, смартфон, планшет, просто компьютер, соответственно, зашли, и файлики можем, значит, открыли, щелкнули по иконке, открыли какое-то приложение, и туда закидываем какие-то файлы, что-то делаем, печатаем и так далее. И все это где-то там хранится, значит, откуда потом мы забираем, скачиваем, передаем и так далее. И можем к этим как раз вот документам, которые мы создаем, предоставлять совместный доступ, то есть организовывать некое такое корпоративное взаимодействие, в том числе корпоративное учебное взаимодействие. На самом деле облако это просто такая метафора, которая подразумевает, скажем так, некую такую сложную инфраструктуру из серверов, информационных ресурсов, которые как раз этой метафорой, вот этим вот изображением мы скрываем, вот эти все технические детали работы, взаимодействия, распределенных вычислений, распределенного хранения данных и так далее. То есть, ну вот, мы говорим так, кинуть в облако, значит, зайти на какой-то наш онлайн-сервис, например, Яндекс.Диск, и туда, значит, закидываем файл. Как это происходит, каким образом, то есть, по каким каналам и так далее, мы это не вдаемся, скажем так, подробностям и вот говорим, что тут применяем облачные технологии. Что касается образования, значит, облачные технологии, а, кстати, вот картинку, которую я недавно задал, попросил, значит, искусственный интеллект, конкретно Кандинского нарисовать, Кандинский нарисовать, как он представляет облачные технологии образования. Вот он здесь показал такую картинку, вот такой вот человек, значит, умный, да, и здесь какое-то облако, и там, значит, какие-то вот люди что-то делают, сервисы, вроде как это все вот, значит, связано какими-то связями непонятными, да, то есть, как-то, ну, вот такой вот эффект такого корпоративного взаимодействия. Если перейти к определениям, то облачные технологии – это совокупность методов, инструментов и сервисов, которые позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные через интернет, используя удаленные сервисы и ресурсы. Что касается образования, то облачные технологии позволяют педагогам и ученикам эффективно сотрудничать, обмениваться информацией, выстраивать учебный процесс по-современному. И, как бы, ну, организовывать самостоятельную работу можно, можно использовать что-то на уроках и так далее, да, значит, то есть, постоянно поместить своего ученика в некую такую информационно-образовательную среду. Вот этому способствует облачные технологии. Начнем с того, какие вообще облачные технологии применяются в профессиональной деятельности педагога. Ну, самые такие распространенные, такие сервисы, ну, сервисы. Первое, то, что мы используем с вами, это хранение и обмен файлами, то есть, облачные диски. Какие рассмотрим, есть какие, где плюсы, значит, где минусы. То есть, я сегодняшний вебинар, вот, буду вам говорить с точки зрения опыта СОИО использования, что я использую, когда, там, например, занимаюсь со студентами, деятельностью в качестве репетитора и так далее, да, то есть, что лучше. Ну, обзор даю, соответственно, и говорю. Дальше. Организация совместная работа. То есть, это некая такая интерактивная веб-доска. Об этих досках я говорил ранее когда-то. Вот сегодня тоже ряд презентационных моментов. Коммуникация и обратная связь. То есть, как правило, это текстовый мессенджер и видеоконференция. Ну, вот как сейчас у нас происходит общение. То есть, в МТС-Линксе это бывший, так называемый, вебинар.ру, да, который мы тоже, вот, я тоже очень люблю этот сервис и часто использую. Но мы здесь общались в формате вебинара. Обычно еще есть в формате встречи. То есть, она в Zoom, да, получается. И мы можем друг с другом разговаривать и, соответственно, в режиме онлайн. Ну, и также есть чат. Дальше, следующий аспект это использование образовательных ресурсов. То есть, есть специальные сервисы для создания интерактивных упражнений и тестов с возможностью облачного доступа. То есть, когда вы можете ссылочку студентам, ученикам кинуть, они заходят на этот ресурс и, значит, проходят либо тест, либо выполняют какое-то упражнение. Ну, и, конечно же, органайзер для самого себя. То есть, обычно это всевозможные сервисы заметок, календари. Причем мы можем не только себе напоминалки ставить, да, но и можем приглашать на какие-то мероприятия своих учеников, родителей, коллег и так далее. Используя вот этот сервис календарь. Как я продемонстрирую сегодня. Далее. Ну, какие облачные сервисы на сегодня популярны? Это Яндекс. Я использую Яндекс в качестве основного облачного диска. Ну, во-первых, Яндекс дает 35 гигабайт бесплатного хранения. Если вы поставили еще приложение на свой телефон, то еще добавляет 15 гигабайт. И фактически у вас такая получается некая глобальная флешка на 50 гигабайт, куда вы можете закинуть соответствующие, значит, какие-то документы, материалы учебные и так далее. И с Яндекс.Диска также можно предоставлять доступ для скачивания другим людям. Google 15 гигабайт тоже использую. Это вообще первый вот как раз мой облачный диск, который я стал использовать. Потом перешел на Яндекс. На сегодня у Яндекса очень такие интересные тарифы, предложенные мне даже вот приобретен Яндекс.Диск на 3 терабайта. Я там плачу совершенно такие небольшие деньги, там 200 рублей в месяц. И, значит, пользуюсь мне там коллекцией фильмов, мультфильмов и, значит, всевозможного учебного видео и так далее. Облако Mail 8 гигабайт, еще есть OneDrive. Это облачный сервис от Microsoft, и он очень хорошо, отлично, скажем так, интегрируется с офисными приложениями. Можно прямо сохранять Word-овские, Excel-овские документы непосредственно в этом сервисе, если вы к нему подключены. То есть, если у вас, естественно, лицензионная программа, там и так далее. Dropbox. Dropbox. Популярный облачный сервис для хранения файлов. Очень простой в использовании, но вместо всего там не так много бесплатного. Это 2 гигабайта. И вот еще один из сервис, который одновременно тоже очень активно пользовался, называется Mega. Здесь, как бы, отмечается, во-первых, тем, что можно 50 гигабайт бесплатно хранить, а самое главное, можно передавать на хранение большие файлы. То есть, как раз вот фильмы в формате Авито и так далее. То есть, записаны какие-то видеоролики учебные. Но со временем я, значит, основился только на Яндекс.Диске и являюсь активным пользователем Яндекс.Диска. Идем дальше. Следующий момент. Ну, еще раз вернемся к вопросу, какие облачные сервисы необходимы педагогу. Понятно, что это электронная почта. Как правило, мы с помощью электронной почты регистрируемся в облачном сервисе. К ней привязан будет наш аккаунт. И, значит, облачный диск, календарь для планирования, облачный офис для создания текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и всевозможных форм для сбора данных, опросов и анкетирования. И средства коммуникации, конечно же. Конечно же, это какой-нибудь мессенджер. Желательно, чтобы это был еще бесплатный сервис видеоконференции. И интерактивная доска для наглядности. Вот это все реально есть. Это можно все использовать. Я потом отвечу на все ваши вопросы. Дальше. Начну, наверное, со старого доброго Google. То есть сервисы Google для педагога. Вот их великое множество на самом деле. То есть просто не поместится на данном слайде. Но здесь вот есть самые-самые такие, которые мы учим использовать на своих курсах ИКТ. Начали это где-то лет 10 назад активно внедрять и использовать. Думаю, что большинство из вас знакомы с этими сервисами. Но некоторые моменты я заострю внимание. Вот. Ну, сам поисковый поисковик, да, то есть поисковый сервис для поиска информации Chrome. Там электронная почта Gmail, Google Meet — это бесплатные встречи. До 100 человек могут сидеть одновременно. Бывает, когда мы тоже используем для переговоров каких-нибудь и так далее. Единственное, минус — нет записи. Автоматическая запись, как и у вебинара Линкса, можно включить, записать на облачный сервис, потом зайти, отредактировать и скачать. Вот МТС Линкс, бывший вебинар РУ, вот как раз таким сервисом обладает. И в плане надежности сохранения записи, это просто, ну, самая первоклассная на сегодняшний день программа. Google карты. Сервис Google Class, то есть как можно взаимодействовать с учениками. Google диск для хранения данных. Ну, и, соответственно, документы, где можно создавать аналог бурдовских документов. Замена Microsoft Office, да, то есть презентация Microsoft PowerPoint, таблицы. Календарь, ну и, соответственно, опросные формы. То есть можно создавать формы сбора данных. И я, наверное, сейчас попробую переключиться на режим демонстрации экрана. Сейчас, минуточку. Лишь бы меня не выкинуло из эфира. Так, вроде бы работает. У меня есть заготовки. Вот моя учетная запись. Это Gmail, то есть моя почта. Соответственно, чтобы попасть в приложение Google, надо вот щелкнуть здесь на такой вот волшебный квадратик из девяти точек. И здесь вот все приложения, которые есть. Ну, начну, наверное, с диска. То есть заходим сюда и, соответственно, выбираем диск. Вот здесь можно создавать папки. Например, в папке можно создавать файлы, загружать готовые файлы, загружать папки, загружать файлы, создавать папки и создавать документы. Ну, например, давайте вот откроем, например, Google Документы. То есть здесь фактически такой же, очень похожий на Microsoft Word редактор. И здесь можно что-то печатать, какие-то тексты. Чем интересен данный сервис, это тем, что все, что вы здесь делаете, если у вас выключилась электроэнергия, выключился компьютер, то это все автоматически сохраняется. Я никаких вот даже не беру здесь действий, то есть по сохранению. То есть единственное, что здесь вот ввел название файла и закрываю. Ну, соответственно, захожу в недавнее. Вот у меня здесь вот этот файл открывается автоматически, то есть он сохраняется. Соответственно, мы этот файл можем скачивать в различных форматах. То есть Microsoft Word, OpenOffice Документ, в формате RTF, в формате PDF. То есть как легко преобразовать файл из Word в PDF. Ну, понятно, что в Word есть там опция файл сохранить как PDF, но если какие-то и старые версии там или какими-то другими редакторами пользуетесь, надо сохранить PDF, загружаем сюда документы и, соответственно, выгружаем уже его в формате PDF. То есть вот я вот так вот щелк, вот он у меня здесь вот открылся, я его могу открыть. Вот у меня в формате PDF документ скачался. Соответственно, можно перейти, значит, опять на Google Диск и выбрать, щелкнув правой кнопочкой, можно здесь нажать «Поделиться», «Открыть доступ». Соответственно, указав фамилии пользователей. Ну, обычно, как бы, каждый облачный сервис привязывает к себе, то есть гарантированно откроется, если у вас есть почта на Gmail, то есть там, «Ивановсобачка.gmail.com». То же самое у Яндекса, там, например, «Ивановсобачка.yandex.ru». Но можно сделать по-другому, можно просто отправить ссылку для надежности, поделиться, отправить ссылку и, соответственно, настроить доступ по ссылке и указать, что у нас будут слушатели делать. Доступ ограничен, то есть только на просмотр. То есть если мы хотим, значит, увеличить количество просмотров, то, соответственно, ставим, у кого есть ссылка, и не только читать и комментировать, а можно, например, поставить режим «Редактор», да, «Роль редактор». Тогда вот эту ссылочку мы копируем и отправляем там через мессенджер или по электронной почте нашим коллегам, ученикам, и они получают доступ к этому документу и совместно могут этот документ редактировать. Ну, можно таким образом разрабатывать совместно какие-нибудь программы учебные, учебно-тематические планы, просто планы и так далее. То есть в одном документе у нас организовывается корпоративное взаимодействие, и потом документ просто скачать, ну, там, окончательно отредактировать, скачать и заставить на подписи и печать. Это то, что касается документов. Также можно здесь создавать презентации, но об этом не буду говорить, таблицы и, конечно же, опросные формы. Но лучше я, значит, покажу пример создания форм на Яндексе, когда мы до этого дойдем. Далее, следующий отличный сервис – это является календарь, то есть планирование встреч и планирование своего, скажем так, рабочего времени. Такой органайзер. То есть можно, например, поставить здесь на 10 февраля, вот у меня здесь, например, будут занятия, да, то есть я здесь вот ставлю время, пишу, значит, что так, интернет-технологии электронного бизнеса, так вот назову. Добавить гостей я сюда могу, значит, саранее заготовленный список вставить через точку запятой имейлов своих студентов, и им идет, соответственно, приглашение, и могу также добавить видеоконференцию, так как я буду проводить это все в онлайне, то, соответственно, добавляю видеоконференцию, ссылочку они получают у себя на почту, уведомления, и по этой ссылочке проходят. Ну, добавить местоположение можно написать, и, соответственно, сохранить. Вот дальше открываю само мероприятие, редактировать. Здесь могу написать, значит, план лекции, например, да, какие вопросы будут рассмотрены. Как напомнить на почту, пушь уведомления в телефон, за сколько минут, например, можно часов, дней, недель настроить, да, то есть таким образом можно делать, например, приглашение для родителей на родительское собрание, да, значит, рассылать, ну, если у вас заранее заготовлен список гостей. Напомню, что это именно адреса, имейл-адреса через точку запятой. Дальше, ну, соответственно, можно указать место проведения, если это очная, очная оффлайн-встреча, например, адрес, там, уфа, запятая за КИБД 32, там, аудитория 341, ну, соответственно, сохраняем. Все, мероприятие сохранено. Таким образом, можно на месяц, на два, на три запланировать вот эти все мероприятия и, соответственно, настроить уведомления для участников мероприятий и для самого себя. Так, я вернусь обратно, меня вроде слышно видно, да? Так, и дальше. Значит, следующий момент это гугл-карты. То есть, можно путешествовать. Я вот люблю, значит, планирую какие-то путешествия, просматривать, например, вот, недавно, практически, в инваре месяца я изучаю восточную Сибирь, значит. Так вот делаю, значит, спутниковый снимок и сижу там, смотрю речки, то есть и так далее. То есть, можно очень подробно все вот, в подробностях рассматривать. В данном случае у меня город Уфа. Ну, я вернусь обратно, такой, картографический такой вот, вариант, и, соответственно, попробую увеличить. То есть, используя данный сервис, можно путешествовать по различным городам и весам Российской Федерации, не только Российской Федерации, там, за рубежом и так далее. Я взял это, вот здесь заметили, человечка, значит, да, значит, бросил в нужные точки и могу, значит, куда я попал, я не знаю, какая-то стройка, нет. Мне не нравится здесь. Давайте здесь перейдем дальше, вот на какой-нибудь, не знаю, ну, давайте, центр. Почти Салавата давайте посмотрим. Сейчас вот сделаю такую экскурсию в центр Уфы. Вот наш, это вуз. Здесь я, соответственно, здесь вот наш университет, получается современный. Ходить, смотреть. Это район телецепрессии, телевидение наше, республиканское. Можно так вот ходить, смотреть и делать экскурсии для детей. Это называется развлекательный комплекс. Это факультет математики, информатики, робототехники и так далее. Ну, и сама площадь Салавата, она вот здесь. Сейчас быстренько пройдусь. Вот. Таким образом можно показывать достопримечательности. Там дальше вот памятник Салавата, Юлаева здесь находится и так далее. Можно так вот делать такие посещения. Что еще, чем нравится мне Google? Так, закрою я вот эти вот. Уже ссылки не буду больше к ним возвращаться, чтобы мне не прогрессал компьютер. И, конечно же, Google Class. То есть мне нравится это Google Class. Вот он здесь. У Яндекса есть Яндекс.Класс, он сделан только для начальной школы. Вот есть сервис Google Class. Здесь вот щелкаем вот эту вот кнопочку с девятию точками и выбираем класс. Вот открывается класс. Здесь можно создавать дисциплины. Я, например, ну, создать дисциплину надо вот здесь вот плюс нажать в дисциплину. Например, математика там или русский язык. Я здесь создал, например, вычислительные системы сети. То, что я веду, например, для заочников. То есть у нас пока сейчас идет переезд с одной системы на другую. И поэтому есть проблемы с системой дистанционного обучения. Я вот для того, чтобы организовать взаимодействие, создал вычислительные системы, поставил сюда вот картинку, назвал. Вот код курса. Нажимаю и, соответственно, отправляю в чат Telegram моим студентам, которые заходят, подключаются к курсу. Здесь у меня сделаны задания. Можно создавать различные задания. Задания просто задания с текстом, прикрепить файл. Задания с тестом, вопросы, всевозможные материалы, темы можно делать. Например, тема лабораторной работы. Я сюда подкрепляю, например, лабораторную, значит, работу. Сам файл с описанием лабораторной работы и с описанием отчета. Здесь. Значит, вот они здесь. Но единственное, кто себя правильно авторизовал, вот они здесь. Но есть, конечно, не авторизованные пользователи, которые я до сих пор еще не наливался на контакт, чтобы они поменяли свои ники, логины на читаемую фамилию, имя. И оценки. То есть, кто мне тут что сдает. Сейчас открываю оценки. Прогружается ведомость журнала оценок. И, ну, естественно, там я выставляю на каждую лабораторную работу определенное количество баллов. 5 баллов, 100 баллов и так далее. Вот, например, у меня 5 баллов из 5. И здесь вот, если что-то, такая вот ячейка есть, получается... Здесь загрузил, но не проверен. А где проверено, стоит оценка 5. И вот такой же, я разбиваю, выгрузил и, соответственно, уже обрабатывается на зачете. То есть, можно вот такую вещь сделать для учебного взаимодействия с учениками, для того, чтобы они работали. И, знаете, когда мы работали с учениками, создавали, да, вот, в практике, да, и, да, закидывал какие-то материалы, у нас был такой, где мы общались, да, после занятия, да, выкладывали ответы на задания, которые я проверял. Ну, и теперь вот я применил тоже и применяю для студентов высшей школы. Так, это касательно сервисов Google. Ну, такие основные моменты. Будут, соответственно, привязаны еще и возможности введения блога. Есть еще планета Земля. для путешествий тоже сервис. Ну, и так далее. Их очень много. Вот я рассказал только основные. Теперь возвращаясь в нашу презентацию и мы продолжим. Так, раз, раз, раз. Слышно, видно, да? Сейчас посмотрю. Чат. Так. Хорошо. Идем дальше. Следующий момент. Сервисы Яндекса. Ну, вот здесь я привел сервис Яндекса 360, который тоже можно использовать. Взял такой обзор. Ну, например, почта. Понятно. Диск. Яндекс.Диск. Покажу чуть позже, когда я перейду к Яндекс.Формам. И у Яндекса есть также своя видеоконференция бесплатная. До 40 человек. То есть вполне спокойно можно классом. Целый класс. Ну, класс 35, да? Бывает там 35-36 в некоторых там школах. То есть вполне с учителем могут заходить и заниматься. Яндекс.Телемост, но нет записи. Как и в Google Meet. Опять-таки, календарь такой же схожий с планированием. Ну, как в Google. И, соответственно, есть сервис заметок и документов. В документах также можно создавать аналог Word, текстовый документ, Excel, аналог Word документов, аналог Excel, то есть табличных документов и презентации. Тоже можно все создавать. Так. Ну, вот здесь вот, когда заходим, свою учетку есть документы и, соответственно, можем создавать и размещать. И можно размещать. Дальше. Следующий момент. Ну, и Яндекс.Форумы. Яндекс.Форумы – это как раз опросная форма, которая как раз применяется для того, чтобы организовывать опросы, для того, чтобы получать обратную связь от своих учеников, от родителей и так далее. Вот я хотел бы вам продемонстрировать данную форму. поделиться. Так, Яндекс.Форумы. Вот они. Вот мои формы. Ну, естественно, я авторизовался здесь в Яндексе, да, то есть давайте так вот щелкну я почту, зайду в свою почту. И здесь есть диск, да, то есть вот покажу диск, которым я пользуюсь. здесь можно загружать документы. Вот у меня здесь из них 843 свободно. По альбомам, по фото и так далее, по загрузкам. Можно все это сделать автоматически с телефона, сфотографировали, сразу прогрузилось в Яндекс.Дист. Ну и, соответственно, чтобы предоставлять доступ к файлу или к папке, делаем правую кнопочку поделиться и, соответственно, кидаем ссылочку с тем, значит, тому, кому хотим мы предоставить доступ. И то же самое с документами. То есть, например, давайте что-то там интересное найду. Например, записи занятий мы здесь выкладываем. И вот здесь вот правая кнопочка и поделиться можем отправить, скопировать ссылку и там отправить. Можно запретить скачивать, только просмотр через, соответственно, браузер, но опять это только у кого быстрый интернет. Поэтому обычно мы копируем и отправляем ссылку. доступ по ссылке. Здесь можно посмотреть, сколько посмотрело, сколько скачало. Документы. Здесь как раз можем создавать документы и, соответственно, документы там сохранятся. Также можем и на диске это делать. Если перейдем, то тоже можем загрузить документ, можно тоже создать документ, презентацию. Это то, что касается Яндекс. реформы. Нажимаем создание. облачные технологии. Сделали облачные технологии и здесь выбираем различные страницы у нас будет вопросов. но это делать не будем. Можно например какими облачными сервисами вы пользуетесь. Вы пользуетесь. Вариант напишем быстренько. у нас будет Google Dropbox например и Mega можно поставить например VK сервисы. VK Workspace VK Do you здесь ошибочка. Сохраняем вопрос. Ага. Неправильно сделал что-то здесь. Вот так сделаем. Пользуйтесь и сохранить. Так. все неправильно. Так. Дальше. Значит для одного варианта из выпадающего списка можно выбрать простой ответ да-нет. Ну например выпадающий список в какой образовательной организации какого типа ваша образовательная организация. Образовательная организация в которой вы работаете. сделаем. Ну соответственно здесь попробуем исправить аршивку. И вариант дошкольное учреждение организация АМСОШ школы да-нет. БО высшее образование СПО и организация дополнительного образования. Вот так сделать. поставим обязательный вопрос. Здесь тоже поставим обязательный вопрос, чтобы форма не сохранится пока не ответится. Ну в принципе вот форма. И я ее публикую. Копирую ссылочку. И соответственно можно еще добавить вопрос например есть ли у вас опыт использования. Есть ли у у вас опыт использования облачных технологий. И соответственно тоже обязательный вопрос. Да-нет. Сохраняем. И дальше еще добавим короткий текст. Последний вопрос. Использование облачных технологий. вот так вот. И здесь в принципе тоже обязательный вопрос в скобочках пояснения. Укажите в месяцах годах. Сохраняем. Дальше еще раз я щелкаю поделиться, копирую ссылочку и направляю вам в чат. Если не сложно то пожалуйста ответьте на эти короткие вопросы. чтобы интересно было потом посмотреть, ответить, я потом покажу вам результат. Какие результаты. То есть как их отсюда взять. Но можно даже и показать в принципе сейчас. То есть обычно здесь появляется в раздел переходим в раздел ответы и отсюда пишут, что таких ответов нет. Тогда я перехожу в мои форумы и просто покажу что-нибудь. Например, запись на итоговый проект курса интернет-маркетолог. Методис образовательная программа. Просто открою. Здесь у меня есть ответы и эти ответы я могу просмотреть, а могу просто скачать отсюда в формате Excel. И у меня скачивается табличка со всеми поле, то есть название столбца это вопрос и соответственно там соответствующие ответы. То есть очень удобно все это проводить в соответствующую аналитику. Вот один из таких сервисов по Яндекс формам. Ну если не сложно дайте пожалуйста плюсик поставьте в чате кто пользуется Яндекс формами. Геннадий Егоров. То есть есть активные пользователи. Мне тоже нравится Яндекс форма. Очень даже. Ну и самое главное что если особенно мы соблюдаем персональные данные то не забывайте ставить значит обязательно что даю согласие в соответствии с ФЗ 152 на персональные данные. То есть тоже моменты то есть ответ обязательно вопрос да нет должен будет ставить. Коллеги слушателей как не слышно. нашу работу значит я останавливаю показ возвращаясь к нашей презентации и соответственно идем дальше ну понятно облако mail здесь да то есть тоже нельзя не сказать особенно активные пользователи mail.ru так что там слышно слышно да спасибо все спасибо дальше и конечно что следует отметить у мейла это сервис звонков calls.mail.ru вот здесь calls.mail.ru там что-то не работает карандаш карандашик сейчас минуточку сейчас вот-вот заработал мне этот маркер указка calls.mail.ru 200 человек могут участвовать на видео встречи до 200 человек нет записи и здесь также создать звонок просто нажимаете появляется ссылочка копируете отправляете все все подключаются даже не обязательно если есть регистрация в мейле вот но этот сервис сейчас привязан тоже к то есть кто зарегистрирован вк тоже может использовать ну следующий сервис это вк workspace но это больше платный корпоративный сервис многие школы покупают университеты покупают интегрируют данные сервисы здесь сразу есть и объем диска дается и мессенджер календарь контакт обмен файлами и корпоративная почта организовывается вот но он платный поэтому исток организации захочет это использовать еще один активный сервис который безграничен по подключениям это вк звонки и автоматически можно сохранять запись мы тоже здесь также проводим встречи используя данный сервис и записи можно потом то есть после того как встречу завершили тут же возникает тут же возникает соответственно сохраняется запись которую можно предоставить участникам вебинара то есть вот тоже интересный сервис очень легко работает особенно с учащимися которые являются активными пользователями социальной сети вконтакте дальше вк клипы для создания учебных видеоматериалов тоже вот этот сервис обратите он тоже облачный так но все-таки коллеги наверное на стороне что-то слушатели потому что у меня вроде тест звука нормально идет вот Юлия Зарубина пишет что все хорошо да что-то значит у вас на вашей стороне не так это я обращаюсь к Анжелике Серовой мы идем дальше ну и перейдем к отечественным сервисам для организации учебного взаимодействия учебного взаимодействия значит вк-мессенджер то есть ну как бы есть такой запрет на сервисы корпорации мета да вы слышали все про это признан террористическая организация поэтому как бы ватсап и прочее там не одобряет использование поэтому есть вот такой вот вк-мессенджер для создания родительских и школьных чатов тоже можно использовать это все из экосистемы ВКонтакте сферу тоже информационно-коммуникационная платформа здесь также через эту платформу можно организовывать делать онлайн звонки общение давать общение в общем с учениками и коллегами и также хранить документы в облаке тоже присмотритесь к сферам тоже очень интересно тэнчат как-то говорил на прошлых я вебинарах это анализ фейсбука и линкедин то есть такой российский анализ российский аналог российский аналог фейсбука тэнчат но пока мало популярный российский аналог ватсапа там-там тоже вот можно использовать для взаимодействия ну и конечно же не могу сказать о нашем любимом МТС-линксе теперь бывший вебинар то есть я тоже активно это не реклама я просто активно им пользуюсь мне просто нравится этот сервис и здесь как раз есть еще и возможность подключения интерактивной веб-доски то есть вот здесь вот я могу сейчас писать тоже то есть на нашем скажем так слайде тоже здесь могу что-то выбрать карандаш могу писать подчеркивать акцентировать внимание вот это просто в презентации но здесь еще есть и вот сервис доски интерактивной доски ну правда со всеми примочками сервис работает платно я ну например покупаю для своих каких-то нож он недорогой и сейчас у нас вот университет закупил полностью систему для вот как раз организации учебного корпоративного взаимодействия идем дальше недавний сравнительный сервис называется Live Digital Space тоже сервис для видеоконференций и здесь в общем-то у них было вообще бесконечное количество пользователей мы одно время проводили огромное там на тысячи человек подключений этот сервис работал но сейчас они перешли на другой тариф но здесь вот есть бесплатный вариант до пяти человек до десяти человек там до шестисти минут вот такой небольшой сервис для взаимодействия можно использовать то есть тоже обратить на него внимание именно в бесплатном варианте вот и сервисы с интерактивными досками интерактивные веб-доски конечно же здесь хотелось бы отметить это всем известный давний сервис это Мира Ком который я демонстрировал как-то этот сервис год назад на мастер-классе на таком же вебинаре в формате мастер-класса как им пользоваться и здесь также есть я пользуюсь лучшим я считаю на сегодняшний день это Google Jumpboard и здесь вот есть возможность ну во-первых в виде слайдов у нас рабочее поле мы выбираем ручку пишем здесь особенно вот ну используя такой графический планшет для того чтобы можно было писать вот сейчас вот покажу чтобы было красиво красиво можно было писать более-менее разборчиво то есть не мышка а именно соответствующим пером я значит пишу своим студентам здесь какие-то разборы задач делом и так далее и здесь также встроен соответственно элемент Google Meet то есть сразу включаю и идет видеотрансляция то есть я их слышу вопросы их слышу соответственно чтобы они получили доступ к этой веб-интерактивной доске я настраиваю доступ здесь то есть беру ссылочку им просто отправляю в чат в чат Google Meet там или в чат Telegram и они соответственно заходят подключаются как я использую я значит ну если лекция там какая-то я пишу разбираю там задачи какие-нибудь там что-то еще теоретическая часть занятия а если практика то соответственно я задачу посмотрели разобрали потом я делю пространство например вот здесь вот пятый-шестой пятый слайд это Вася плюс Петя там седьмой слайд Ваня плюс Леня фамилии пишу да и там делю этот слайд они там каждый пишет соответственно или печатает или пишет или прикладывает скриншот написал например на листочке сфотографировал скриншот туда загрузил я соответственно смотрю и оценю мы соответственно можем корпоративно совместно разбирать эти самые задачи такой вот получается значит Google Jamboard Google Jamboard он есть соответственно когда щелкать вот эти вот девять точек и выбирать Google Jamboard то есть такая интерактивная веб-доска с возможностью появился недавно сравнительно сервис Google Meet устроенный да здесь можно выбирать различные фоны в линию в клетку значит вешать стикеры есть такая вот указочка где можно все это показывать то есть акцентировать внимание то есть лазерная указка с таким исчезает это очень провели и значит след тает можно рисовать фигуры можно вешать стикеры картинки делать и так далее вот соответственно вот один из ну пожалуй самый такой лучший кому лучших сервисов который сейчас есть бесплатный абсолютно и я рекомендую многим учителям когда мне спрашивают преподаватели что можно использовать вот самое то самое необходимое минимум для репетиторства для того чтобы организовать учебное взаимодействие на уроке в онлайне со студентами и так далее дальше следующий момент следующий момент это отечественная конференция трук-онф-сервер так называемый трук-онф-сервер здесь бесплатно можно до 20 человек проводить видеоконференцию следующий у нас это proof.me с интерактивной доской это отечественный сервис кстати и если вдруг у нас там гугл закроется то есть присмотрите к этим вариантам как раз вот таким моментом это s-board так называемая онлайн доска для обучения здесь можно создать свою доску есть тарифы платные есть тарифы бесплатные вот тариф бесплатный это три бесконечные доски до 200 объектов на доске создание своих шаблонов и так далее персональный тариф уже платный вот на данный момент вчера я заходил посмотрел вот и аналог s-board это getlocus тоже отечественная доска интерактивная веб доска и вот здесь вот тоже есть три пространства но правда до 7 участников в онлайне но зато уже для группы здесь вот есть тариф умный здесь уже как бы платный но при этом значит плата ну такая незначительная там 200 рублей в месяц за пространство так вот здесь вот есть такие ограничения ну если например для каких-то индивидуальных консультаций вполне достаточно вот этого тарифа либо значит тарифа s-board вот начального то есть тоже можно ну кстати есть и мира еще мира мира.com где тоже три доски там бесконечное поле тоже но мира мне не нравится тем что вот бывает так что подвисает и в этом плане есть хорошо следующие моменты значит это цифровые то есть да вот именно как раз и говорю поэтому я включаю свои отечественные ресурсы если что там будет закрыто то можно перейти на замену на замену значит как раз вот этих моментов то есть дальше цифровые сервисы для взаимодействия вот мой любимый это онлайн тест-пад тоже конструктор опросов и кроссвордов и сейчас я тоже включу демонстрацию перейду на демонстрацию то есть как он вживую смотрится вот онлайн тест-пад вот здесь вот регистрируемся если кто знает пользоваться вставьте плюс здесь вот есть можно создавать тесты опросы диалоги комплексные задания уроки даже есть своя мини-система дистанционного обучения и вот например я захожу в тесты здесь есть хороший такой интуитивный понятный конструктор тестов вот недавно последний я делал для заочников вот он вычислительная система здесь вот ссылка для того чтобы предоставить доступ к этому облачному сервису вот он да то есть кидаем студентов количество опрошенных вопросов сколько карточка теста настроить можно и так далее ну и соответственно если мы хотим тест можно опубликовать когда сделали да то есть закрыть тест чтобы не был доступен вот такие моменты можно скачать все вопросы вот то есть выгрузить их в формате pdf например да сделать такой бумажный бланочный тест раздать вот и соответственно переходим к самим вопросам чтобы добавить вопрос все очень легко и просто нажимаем соответственно выбираем какой тип вопроса один ответ много ответов вот здесь вот все что представлено вот ну и соответственно просто здесь вводим правильные ответы и все вот вопросы можно копировать между собой перераспределять редактировать ну понятно удалять вот и соответственно вставлять картинки можно ну такие тесты можно делать и отправлять соответственно ученикам на решение так и здесь также есть уроки готовые уроки вот кстати вчера я наткнулся это мой там скажем так урок сейчас как-то обратно давайте так 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 забудился немножко интерфейс так просто у них есть очень интересные уроки которые разработаны другими педагогами а вот меню сайта уроки попробуем сделать вот так надо сделать обычно я просто выходил вот по этой кнопочке и даже вот я вчера вот с удовольствием посмотрел некоторые из них там интересно разработаны такие моменты которые находятся бесплатном доступе то есть можно что-то и готовые для своих уроков здесь интересно найти так ну и следующий сервис который я бы хотел сказать это сервис пербского универа здесь вот есть помощник удобыч называется называется сервис удоба удоба . здесь можно создавать свою учетную запись библиотеку своих ресурсов удобыч это такой подсказчик виртуальный и вот здесь вот есть различные элементы то есть интерактивные упражнения которые можно создавать представленных очень здесь много всяких пожалуйста посмотрите на досуге вот и соответственно вот вашу библиотеку они попадают сможем делать таймлайны так называемые временные оси какие-то презентации интерактивные упражнения с различными карточками то есть очень очень много здесь просто все сейчас им перечислил сервис тоже отечественные доступные и соответственно можем заходить в ресурс и предоставлять доступ к этому ресурсу используя также ссылку мы публиковать можно открытый доступ можно закрытым так возвращаясь обратно нашу презентацию и следующий момент это я рассказал еще есть банк тестов ru тоже можете посмотреть там готовые тесты для по дисциплине ну правда направлять вопросы конечно же вот и свой свои банки тестов тоже можно создавать джойтека внутри сервиса отечественные которые начали развиваться только еще это конструктор квестов интеллектуальных игры тоже улучшен сервис здесь есть готовые шаблоны можно взять и что сконструировать квест отдел дальше и и треники конструктор тренажеров говорил я как-то на прошлых моих вебинарах и здесь есть с вами learnings apps отечественные аналога это ленинс apps это известный сервис зарубежный этот и треники ну такой аналог но пока еще конечно же от ленинс апса отстает много отстает но тем не менее ну как бы я считал что это отечественные развивающие сервис ну и последний значит это ноушен ноушен это такой популярный набирающий популярно обороты популярный сервис сегодняшний день такой супер блокнот единственно что он не русифицирован ну как бы сказать вот эти вот семенюшки они не поддержат русский язык но тем не менее это зарубежный сервис вот ссылочка можно вот это все назвать по-русски то есть русский язык поддерживается здесь вот я приведу пример то что можно здесь в этом облачном сервисе делать информационной странице преподавателя например здесь вот я хочу за скриншоте за скриншоте какие-то моменты то есть затер персональные данные вот картинку можно ставить фотографии преподавателя аудитории да то есть то значит дальше значит вот дисциплина который ведет преподаватель да то есть вот а преподавателя рассказать фотография 10 короче дисциплины который ведет и там содержание этих дисциплин соответственно к этим страницам можем дать доступ студентам которые могут заходить и брать оттуда материалы там либо отвечать на какие-то вопросы вот там устроена есть возможность встраивать именно опросные формы дальше вот если будете регистрировать я например выбрал такую вот фоску то есть для школы для команды для себя и для школы и когда это сделал то у меня появился такой вот здесь такая менюшка которая потом по-русски переназвал курсы все курсы таблицы курса список курсов система заметок профессор ганта клуб по интересам для неформального общения скажем так вне курса до журнала оценок вот такая штука появляется то есть можно сделать вот но и вот дисциплины которые я здесь наполняю например вычлительные системы то есть можно поставить такую картинку иконку поставить и так далее и если меня сейчас это будет работать то что у меня все-таки здесь у нас сеть через пену идет и может не работать есть проблемы соответствующие поэтому я попробую сейчас если получится то я покажу вот так можно сделать вычислительные системы цели задачи и соответственно наполнение какого-нибудь дисциплины курса и соответственно разместить материал либо ссылками либо соответственно просто загружая туда файл вот и здесь в общем то также есть давайте попробую перейти все-таки ношу не гарантирую что сто процентов получится так вот ношу тоже сервисы недавно стал осваивать здесь вот можно создать new page очень легко например назвать теперь компьютерные сети компьютерные сети так скажем создали страничку теперь можно так вот на компьютерной сети страничка появилась и здесь можно например добавлять различные материалы то есть например добавить иконку да то есть какой-нибудь либо добавить здесь какую-нибудь картинку причем картинку можно загрузить из имеющихся можно там загрузить например из интернета но оставим такой я просто быстренько пробиваюсь ваше время нас уже поджимает и соответственно здесь можно добавлять загружать какие-то данные файлы таблицы добавлять тексты и прочее я сейчас не буду настраивать потому что просто банально не успею вот покажу на примере вычислительных сетей и здесь есть такой инструмент очень интересный это дать так что что можно добавлять можем добавлять просто текст можно добавлять страницу можно добавлять заголовки таблицу можно добавлять значит ссылки на какие-то страницы так что у меня там нет все нормально попробую то vpn подключить но у меня работает лучше демонстрирую так значит и здесь смотрите можно спросить спросить искусственный интеллект написать и можно например здесь использовать я ему написал значит состав напиши напиши цели цели и задачи урока занятия занятия и напишем история развития то есть мы можем здесь применить нейропомощника для того чтобы писать тексты текстовые тексты генерировать цели занятия задачи занятия средства оценки и так далее и вот здесь вот я как раз вычислительные системы цель и задачи генерировать с помощью искусственного интеллекта помощи этого самого помощника ну и соответственно сюда добавляют добавляя потом уже раздел например заголовок лекции да просто текст добавляю здесь соответственно добавляют файл для загрузки загружая сюда презентации можно такие вот делать во первых делать персональную страницу педагога преподавателя да и соответственно размещаясь какой-то контент и привлекать своих учеников вот такие возможности и вот здесь вот есть кнопочка шера шера да то есть доставить совместный доступ по ссылочку отправляете к этой странице получает доступ ваш ученик студент может быть коллега если вы там какие-то общесовместные документы размещается и так далее вот вот такой супер блокнот который также есть календарь планирования тоже тоже как бы работает да то есть вот соответственно тоже можно такую напоминалку или заметок сделать но все конечно я не расскажу вам сегодня на этом вебинаре по поводу как раз ноушена но есть такой курс который называется применение искусственный интеллект в работе преподавателя там как раз я буду учить как применять ноушен и искусственный интеллект для того чтобы вот использовать этот облачный сервис так и данный сервис значит приглашаю вас на свой курс который мы будем проводить под эгидой скажем так или под эгидой директ академии и здесь вот я подробно сейчас покажу вам содержание курса о чем этот курс будет вкратце буквально несколько минут расскажу приходите учиться здесь вот ссылочка есть презентация которую можете скачать вот у вас ссылочку татьяна викторовна тоже вот этот лендинг нашего курса здесь о чем мы будем говорить мы будем говорить с вами так вот ну во первых такой искусственный интеллект какие типы виды искусственного интеллекта технологии искусственного интеллекта и что такое что такое нейронная сеть как она работает рассмотрим сделаем обзор генеративных нейронных сетей так демонстрация работает обзор значит генеративных нейронных сетей в работе педагога и вообще для повседневной скажем так деятельности практически поисковые нейросети рассмотрим как значит использовать для поиска информации также значит рассмотрим применение нейронных сетей в учебно-методической работе преподавателя как разрабатывать планировать занятия цели задачи разрабатывать контент учебный для занятий разрабатывать целые курсы как правильно использовать например кто занимается разработка курсов дополнительного образования как делать нейминг курса помощи нейросети и идея соответствующие до структуры значит структуру курса чем тематический план оценка то есть как научить его работать методистом например да то есть и разрабатывать методический контент также будем учить создание создать учебный контент то есть презентации разрабатывать посмотрим сервис разработки презентации аудио видеоролики как создавать озвучивать значит различных различных персонажей сможем выбрать персонажа озвучить ли там каким-то голосом записать это все дальше для создания изображений тоже будем рассматривать бесплатные платные с применением соответственно значит различных сервисов и как писать промты изображения ну соответственно про ноушен будем рассказывать применение расти в работе преподавателя то есть какие сложности и соответственно искусственный интеллект это раз будем учиться создавать интеллектуальные игры всевозможные рассматривать и обсудим будущие тренды применение искусственного интеллекта образования и этические вопросы для применения искусственного интеллекта образования также рассмотрим системы дистанционного обучения, которые уже используют искусственный интеллект для анализа, оценки и персонализации образовательной траектории. Вот такой курс, который мы для вас готовим. Приходите, если есть желание, обучайтесь. И также приглашаю вас в группу «Цифровой педагог» свою, которую я уже давно введу, размещая там обычно какую-нибудь интересную информацию из области ИКТ, из области нейросети, искусственной интеллекта и так далее. Какие-то мастер-классы, если есть время, записываю бесплатно, размещаю, приглашаю на какие-то свои мероприятия. Тоже бесплатно. Так, ну теперь готов ответить на ваши вопросы. Вкладка «Вопросы». Google, Dropbox, OneDrive запрещены в нашем университете с целью использования защиты информации. Линия Сажнева. Ну, да, есть такое. Что можно тут сказать? А если я чайник в ИИ, мне поможет ваш курс? Да, Инна, мы делаем курс для начального уровня. Там не надо суперсложного программирования, использования всяких там сервисов для программирования, питоник и прочее. Это курс для такого самых-самых азов. То есть, как, где зайти, куда зайти, что делать, как учим промплингу, как создавать промплинг, промплинг, запросы к нейросетям, используются эти нейросети, каким образом это используются. То есть, курс такого самого начального уровня, начиная с самого начального уровня. Ирина Игоревна Степанова. Будет ли повтор курса летом, когда больше времени преподавателей? Ну, надеюсь, будет. Я не против и летом поработать. Посмотрим, как у нас будет сейчас. Это я ответил на ваш вопрос. Теперь перехожу в чат. Так, в чате... Да, чат у нас очень сегодня большой. Такой развернутый. Попробую сначала идти. Светлана Шкиндер. Расскажите о блогер.ком. Как о площадке для стёго сообщества, если можно? Ну, давайте я уже расскажу, когда-нибудь в следующих вебинарах. В принципе, можно создать свой блог и вести свой блог, привлечь на своих учеников и размещая там материалы. Елена Гончарова. Телемост. Можно вести запись. Может быть, и появилась. Елена, не помню, но, по-моему, не было. И мы, когда рассматривали, что использовать, ушли от телемоста. Не заходил давненько, но посмотрю. По-моему, там записи нет, не было. Добрый день, коллеги. Итак, понятно. Добрый день. Большое спасибо за полезность. Пожалуйста. Так. Сейчас посмотрим, кстати, ещё Яндекс.Формы, что-то мы заполнили. Так. Больше нравится форума Google. Ну, я стараюсь как бы делать обзоры и там, и там, то есть на каких-то аспектах. То есть тут немножко посмотреть, там немножко посмотреть, потому что время мало. Значит, если кому нужен курс ЭКТ для преподавателя, вот именно там, он недорогой, там у нас в УЗИ проводится, там, может тоже мне написать в телеграм-группе. Мы можем коллективно обучать, то есть такие мастер-классы проводить, если, например, если вы захотите, например, в школу прийти к нам, или университетом, или с колледжем, например. То есть коллеги собраться, мы для вас, обещаю, сделаем классный такой. У нас он есть, в принципе, в системе дистанционного обучения, мы его можем провести в таком онлайн-формате с мастер-классами, как раз используя различные элементы. Явки организуем. Так, Марина Рос. Да, много чего от Google закрывается, и вообще Google переносит свои данные на сервера в Голландию, поэтому здесь тоже есть определенные моменты и запреты. Согласен. Так, выдается ли сертификат? По вебинару выдается, по курсам, конечно же, тоже выдается. Ирина, запись вебинара будет? Будет ли запись вебинара? Да, будет. На канале Директ Академии. Так, а не проще ли использовать Moodle? Можно использовать Moodle. Если это в организации налажено. Но если в организации, в школах, например, нет у них системы дистанционного обучения, то есть какого-то решения нет, то приходится пользоваться такими вот ресурсами, чтобы организовать такой вот современный урок, провести современное занятие. Поэтому можно самим, конечно, поставить Moodle. Если нужна консультация, вступайте в группу, я проконсультирую, расскажу. То есть там, в принципе, ничего сложного нет. Можно оплатить хостинг, поставить Moodle на свой небольшой хостинг, грубо говоря, там 200-300 рублей в месяц платить и Moodle развернуть и там пользоваться. Тоже я могу это проконсультировать, если можно. Там ничего сложного нет. Так. Ну, я вот, в общем, без EPN пользуюсь. Потому что нас на работе тоже нельзя с собой EPN включать. У нас через EPN своя внутренняя сетка организована. Захожу и дома тоже без EPN. Поэтому странно. Так. Так. Так, ответил на вопрос про повтор курса. Так. Так, ну все, вроде бы на все вопросы ответил. Так, коллеги, спасибо за внимание, что меня послушали. Надеюсь, что что-то новое вы сегодня узнали для себя. Подумаем, что еще можно интересно вам рассказать. Ближайшие какие-нибудь вебинары. Подключайтесь в группу «Цифровой педагог». Приходите на интересные курсы от Директ Академии, в том числе на мой курс «Нейросети». Значит, обещаю, будет интересно. Спасибо за хорошие отзывы. Мне нравится. Ну, я очень рад, что вам понравилась информация. Что вам полезно. Я готов работать дальше в этом направлении, чтобы главное, чтобы вам было полезно и интересно. Так, еще посмотрю сейчас вопросы. Ну, больше вопросов вроде нет. И мы с вами, Ирина Пьянзина. Ну, хорошо. Вступайте в группу, поддерживать будем связь. Дальше, думаю, встретимся еще на вебинарах каких-нибудь. Продумаю, что можно интересно еще рассказать. Серия вебинаров есть по искусственному интеллекту, которая находится на канале Директ Академия. Хорошо, тогда, значит, немножко Ирина Анисимова про нейросети очень интересно было бы. Ну, сделаем, сделаем. Не хотелось бы повторяться. Есть записи по нейросетям у Директ Академии в Канаде. Посмотрите мои вебинары. Фамилия Пихтовников. Уберите. И, соответственно, там есть вебинары, где я читал прошлый сезон по нейросетям. Поэтому, что нужно, что интересно. Ну, кстати, серию я назвал вебинаров, которые у нас есть. Это вот применение ИКТ-инноваций в работе. Я вот по многочисленным просьбам, в том числе в группе иногда писали и так просили на вебинарах рассказать про облачные технологии. Вот сегодня я про облачные технологии такой обзор небольшой сделал. Вот. А так, если захотите, приходите к нам учиться на курсы ИКТ и цифровые сервисы в работе с педагогой. Там уже будем более подробно с мастер-классами, заданиями, все это в онлайн-формате рассматривать. Делайте заявку. Вот у меня есть телеграм-канал. Вот телеграм мой телеграм-контакт в телеграме. Есть группа цифровых педагог. Можем... Курсы недорогие, там копейки совсем стоят. Вот. И, соответственно, будем с вами дальше. Можем уже, как сказать, на практике встретиться. Вот. А так... Ну, хорошо. Наверное, пора уже завершать. Спасибо огромное за внимание, за теплую аудиторию, за теплоту, за то, что вам понравилось. Вы меня внимательно, значит, послушали, задавали вопросы. На этом я прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго. Ну, и вам творческих успехов. Если что, вопросы дальше в телеграме. В телеграм-чате цифровой педагог. Всего доброго. До свидания.